Привет, с вами Фил Ковальчук и кулинарное шоу Feel Good. Сегодня я решил приготовить испанскую паэлью. А за правильным рисом, морепродуктами и шафраном я приехал в магазин Globus. Ведь успех блюда напрямую зависит от качественных ингредиентов, из которых оно приготовлено. Пойдемте выбирать. Рис душа паэли, но далеко не каждый сорт подходит для нашего блюда. Чтобы вы не потерялись во всем многообразии, представленном в Globus, даю подсказку. Рис нужно выбрать круглой формы, максимально большой, с высоким содержанием крахмала, чтобы он впитывал большое количество жидкости. Он не слипается и не превращается в кашу. Найти вкусные и свежие морепродукты в московских магазинах задача не из простых, но в Globus всегда удачная рыбалка. Сегодня в мои сети попали охлажденные креветки, тушка кальмара и моллюски-бонголи, которые редко заплывают в московские магазины. От головокружительных запахов специи можно забыть, зачем сюда пришел. Но профессиональная память шеф-повара подсказывает, нет шафрана, нет паэльи. Именно эта специя отвечает за неповторимый золотистый цвет и аромат нашего блюда. Еще один важный ингредиент салатный микс ла-манш из серии для рецептов от шефа. Он ворвется как морской бриз и добавит свежести нашей паэльи за счет коктейля из хрустящего радичо, сочного айсберга и терпкого кейла. Я вернулся на свою кухню и пока готовлюсь раскрыть свои лайфхаки по приготовлению паэльи, ставьте колокольчик, жмите лайк и подписывайтесь на наш канал. Национальное испанское блюдо. Несмотря на большое количество ингредиентов, его легко повторить у себя на кухне. Секрет паэльи кроется в трех составляющих. Правильный рис, сковорода с невысоким бортом и шафран. Овощи мы нарезаем кубиком. Начну я с лука, репчатого белого лука. Для того, чтобы не плакать, как я от репчатого лука, смочите нож холодной водой. Так, морковь. Нарезаем таким же кубиком, как и, собственно, наш лук. Сейчас я возьму перцы разноцветные. Я возьму оранжевый, зеленый, желтый, красный возьму. Все тот же кубик, как морковь, лук. Много цветных овощей, паэльи. Это много цветов. Нам необходимо подготовить конкассе из томатов. Красивое название конкассе подразумевает под собой удаление вот этой мягкой части. Вот прям вот так вот это можно сделать. То есть нам нужно только твердо. Добавим немножко остроты в нашу паэлью. Прям совсем чуть-чуть. Но если вы любите поострее, добавьте целый. Я возьму половинку. И не забудьте очистить от семян. Семена дают горечь. Они нам не подойдут. Испортят весь вкус. Если вы берете тайский чили, будьте аккуратны. В вас может поселиться дракон. Испанцы используют для приготовления паэльи сковороду с одноименным названием паэльера. Но в российских реалиях можно использовать сковороду с невысоким бортом. У меня есть вот такая вот замечательная, которую я, кстати говоря, тоже приобрел в глобусе. Что мы делаем? Для начала мы обжариваем овощи. Запускаем плиту. На максимум. Масло. Я буду использовать масло оливковое, рафинированное. Оно не дает вот этой вот горчинки. В общем, идеально подходит для жарки. Ждем, пока масло даст легкий дымок. Первым делом отправляем морковь и лук. Не надо обжаривать до коричневого цвета. Нам нужно больше спассировать всю эту историю. Пока у нас обжариваются овощи, я предлагаю подготовить морепродукты. Так, я всегда говорю о том, что если выбираете креветки, они должны быть серого цвета. Но, как в любом правиле, бывает исключение. Вот это вот самое настоящее исключение. Это дикая аргентинская гребенчатая креветка. И она такая в природе красного цвета. Как будто уже ее отварили. Так вот, что я с ней буду делать? А штучек пять я оставлю для красоты, чтобы, так сказать, украсить нашу паэлью. А все остальное я почищу. Убираем голову, ножницы. Причем, посмотрите, как удобно. Нам обязательно нужно избавиться от этой вот вены, которая есть у каждой креветки. Делается это одним движением. Вот я прямо в нее вставляю. Посмотрите, мы сразу и хитин снимаем, и убираем все внутренности. Прежде чем я начну обрабатывать кальмара, отправляем наши перцы. Отправляем ее перцы ровно тогда, когда видим, что лук стал прозрачным. Это сигнал. Кальмар. В общем, нарезать его можно произвольно, но я его нарежу кубиком. И, кстати, да, продается он уже очищенный. Я его пока к креветочкам положу. Подружиться. Посмотрите, какое цветное изобилие в нашей паэльере. Я добавляю конкассы из томатов. И что очень важно на этом этапе, добавить соль. Все пять креветок я очищаю от хитина. Мы их будем в самом-самом конце выкладывать. И я хочу вам показать и рассказать о моих любимых моллюсках. Это моллюски в Вонголе. Поверьте, мидии просто отдыхают на фоне вот этих вот малюточек. Добавляйте обязательно в паэлью. Это суперфуд. Настоящий крутой продукт. Перчик аль денте. То есть он еще хрустит, но уже мягенький. Самое время добавлять морепродукты. Кальмар и креветка идут прямо сюда вот так. Дальше все будет очень быстро. Паэлья вообще не очень любит, чтобы ее тревожили. Поэтому вот с этой минуты мы ее все меньше и меньше будем мешать нашу лопату. Соотношение риса к воде 1 к 3. Поэтому я возьму таких 4 пиалки вот этого замечательного риса. Посмотрите, какой он крупный. Эх. И, соответственно, 12 пиалочек воды, которые я уже отправил в сотейник и поставил нагреваться. До кипения доводить не обязательно. Я туда добавлю самую дорогую специю в мире. Самую дорогую. Вы знаете, какая. Шафран, конечно же. И он даст нам цвет и вкус. Выбирайте самый крупный рис. Он впитывает в себя больше жидкости. Так, прям вот так вот сделаем. Добавляем воду с шафраном. Раскладываем морепродукты. А теперь замороженный горошек. Колдовство! Я умоляю вас не накрывать крышкой. Не трогать ее. Не беспокоить паэлью. Пускай она стоит и готовится. Как только каждая рисинка друг от друга спокойно отделяется, наша паэлья готова. Времени прошло 25 минут. Ну, а теперь настал тот самый час, когда я буду ее пробовать. Я буду подавать паэлью с салатным миксом ла-манш из линейки для рецептов от шефа. Здесь есть радичио, и он идеально будет сочетаться с нашей паэлью. Так вот. Ну, на тарелочку себе выложим немножко. Обязательно креветку. Паэлью подают с долька лимона. Мы сделаем вот так вот. Сюда долечку лимона. Немножечко на салат. Обязательно оливковое масло. Вот в этом случае нам нужен первый отжим. Немножко соли. Наше блюдо готово, и я готов его тестировать. Пробовать. Возьму долечку лимона. Вот так вот себе вручу. В общем, для того, чтобы отвезать настоящую испанскую еду, не обязательно-то выезжайте из Москвы. Ну, так вот. И обязательно хрустящий салат. Я сейчас расплачусь от счастья. Это просто невероятно вкусно. Рис. Нереально. Кальмарчик. В общем, вкус настоящая бомба. Очень рекомендую.